Старинное село Тельвиска в эти выходные отметило 443 день рождения. Праздник собрал многочисленных гостей из окружной столицы, поселка Искатели, деревень Устья и Макарова. Как всегда, организатор социально-культурный центр «Престиж» приготовил для них яркую программу и горячий прием. Окунулась в теплую праздничную атмосферу и наша съемочная группа. Село Тельвиска славится своим гостеприимством. Вот и сегодня гостей праздника встречали горячим чаем. А чаю было на выбор. Из мяты, иван-чая, черной смородины и других ингредиентов. Кстати, за понравившийся чай можно было проголосовать. Впоследствии он станет визитной карточкой села Тельвиска. Именно победителям чайной церемонии уже на следующем празднике будут подщивать гостей. Обязательным условием такого горячего конкурса, в котором приняли участие более 10 телевисчан, было наличие в его составе местных трав, которые растут в каждом огороде. В результате более часовой дегустации лучшим был признан сбор Валентины Шевелевой. Ну а после такой вкусной встречи продолжился праздник концертной программы под крышей дома моего. Местные звезды из клуба «Престиж» на празднике зажгли зрителей юмористической программы. Одну из самых колоритных ролей сыграла культорганизатор Людмила Панькова. Людмила Сергеевна – любимая актриса местных жителей. Из образа не выходит даже за кулисами. Сколько лет тебе сегодня? А? Лет? Да. А, мне будет, как моей бабушке, через три дня 104 года. Сегодня роль просто великолепно тебе подходит. Как удалось вжиться? Долго вживалась в роль? Ой, как вот бабушка родилась, так я с ней после, как она меня нянчила, так вот я с этой ролью и живу. Сколько уже работаешь в Доме культуры, люди? В Доме культуры, ну, если не считать предыдущие годы, то именно в этом уже пятый год. Мама, папа, конечно же, мама, папа, у меня очень были артистичные люди. Таких талантливых людей, любящих свое село в Тельвиске много. Сегодня главному богатству старинного села вручили заслуженные награды. Среди них Надежда Кренц, которая когда-то променяла огни большого города на тихую деревенскую жизнь. И вот мы поехали сюда. У нас была на руках дочка, ей было полтора года. Мы приехали сначала в виску, в виске поработали три года, а потом приехали сюда. Здесь жилье давали, вот поэтому и приехала сюда. Но не пожалели, осталось сегодня? Нет, конечно. И сейчас мне очень нравится этот край. Вот в песне поется, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда, и это истинная правда. Надежда Николаевна долгое время работала учителем математики. А с 97-го года по 2001-й стояла у руля Тельвисочного сельсовета. За многолетний добросовестный труд ей вручили благодарственное письмо от собраний депутатов. Еще одна жительница села Полина Ногатысы была удостоена права занять место на доске почета. Женщина работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ведет активный образ жизни. Без этого никак. Муж ругается, привыкнуть ему не может, а я как-то уже затянула меня с самого, как сюда переехала. Мама у меня пела. Раньше как-то весело было у папы. Все братья на гармошках играли. Папа, конечно, не играл. Такое какое-то с детства вот это все осталось. Сбудораженные. Вы, наверное, слышали, или мы вам, наверное, первое скажем, что вас выдвинули на доску почета. Вот ваши чувства ожидали? Да нисколько даже. Ну, не ожидала, честно говоря. Не ожидала. Сегодня село Тельвиска может похвастаться не только ее жителями, богатой историей, традициями, но и многочисленными достижениями. Тельвиска на сегодняшний день – это один из наиболее перспективных населенных пунктов. Для развития у нас есть вся необходимая инфраструктура, есть газ, есть электричество из города. В этом году у нас откроет дверь и новая школа. Будем радоваться за новоселов. Это 12-й квартирный дом. Силами Нинской агропромышленной компании на следующий год появится современный сельхозяйственный комплекс «Телятник». Ну и, конечно же, мы ждем дорогу. Если появится дорога, то развитие села будет, я в это верю. Будем работать в этом направлении. В общем, у села Тельвиски есть не только богатая история, но и уверенность в завтрашнем дне. А это значит, село будет расти и развиваться дальше. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.